Здравствуйте! Коммунальный детектив продолжается. С вами Анастасия Карева. И Вадим Петров. Вадим, предлагаю сегодня поговорить о мусоре. Дело в том, что на федеральном уровне, а теперь активно и на региональном, обсуждают новый закон об отходах производства и потребления. Специалисты называют этот закон революционным и говорят, что вся система сбора, вывоза, утилизации у Мурманска перевернется с ног на голову. Давай сначала буквально нарисуем схему обращения с отходами сегодня. Итак, мы выбрасываем мусор. Кто-то в баке, кто-то в мусоропроводы, в самих домах. То есть есть два способа. Мусор копится, иногда его становится просто чрезмерно, и, наконец, приезжает машина. А дальше всего два пути. Это свалка в поселке Дровяное или мусоросжигательный завод. То есть или на свалку, или на завод эти машины везут мусор. Все так? Да, в целом все именно так. То есть сегодня такая схема, насколько я знаю, самим вывозом мусора занимаются многие компании, их там порядка 50 в регионе. А места, куда они везут, не так уж и много. Есть, конечно, еще стихийный свалки, но это уже совсем не законно. Да, деятельность эта у нас состоит из частей. То есть есть, грубо говоря, временное складирование, есть транспортировка, есть уже само по себе утилизация. То есть почему утилизация в кавычках, я думаю, мы скажем, но и так понятно, поскольку у нас по большей части мусор все-таки... Купятся на свалке. Купятся на свалке, да. И, соответственно, для большинства людей, на самом деле, как и даже для ряда профессионалов, кто работает в этой сфере, переработка мусора и вообще вся вот эта деятельность, она достаточно закрытая. То есть и как коммунальщики заключили договор, да, приехала машина, забрала. Примерно в таком же плане это происходит и для людей. Вот и на самом деле сфера эта очень интересная в плане чего. Я могу привести пример одной из европейских стран. Там около 4 миллионов людей задействованы. Вот, кстати, поехала машина из одной из нормандских компаний. Могу привести пример одной из стран Германии, да, то есть там больше 4 миллионов человек задействованы в работе по переработке мусора, да. То есть при том, что это достаточно неочетая большая страна, там 80 миллионов населения, 4 миллиона из них работают в этой сфере. Закон для России и для нас революционный, для мира в целом это уже для цивилизованной части мира, это норма. Ничего там сложного и необычного нет. Вот, весь секрет заключается в утилизационном сборе, который человек платит, покупая практически любой продукт. Дальше эти сборы копятся в определенных фондах и расходуются на переработку. Мы с тобой начали объяснять, как это в западных странах. Давай поговорим о том, что закон предусматривает в России. Мы уже рассказали, что, по крайней мере, в Мурманске мусор везут в основном на свалку в поселке Дровяное. И в России около 70% мусора подправляются тоже на захоронение. Да, я несколько раз слышал анекдоты от сотрудников компании о том, что это один из еще одних ресурсов России, что мы накопим его, а когда немцы и японцы придумают хорошую, дешевую действительно переработку, вот тогда мы ее и применим. Мне кажется, уже пора применять, и закон это предусматривает, говорит о том, что мусор нужно перерабатывать, а ни в коем случае не скидывать на свалку. А продолжая тему свалки в поселке Дровяное, я хочу рассказать, что я нашла материалы, материалы телеканала Артек ТВ. Мы уже не раз давали сюжеты о том, что природоохранная прокуратура постоянно проверяет эту свалку, штрафует компанию Оркоинвест. Так вот, просто маленький отрывок из одного из наших сюжетов. Мы сейчас покажем видео, как выглядит свалка, а я расскажу, что, пустив свалку, в поселке Дровяное прокурор установили. Отходы сбрасываются прямо на почвенный покров, не укрытые от воздействия атмосферных осадков, а значит вся грязь может попросту смываться на другие территории, например, во дворы и огороды. Это очень опасно. Примерно так и происходит. Да, с учетом того, что весь наш поступающий товар из Китая, из других стран в Россию, он высокого качества. И сами по себе продукты разложения, упаковки, они все гораздо низшего качества, чем те, которые поступают на европейские рынки. Если отследить, как назвать, по-ночному каналу, по которому мусор поступает на свалку. То есть у нас абсолютно большинство домов в Мурманске девятиэтажки. То есть изначально все происходит уже на этапе складирования мусорокамерок. То есть уже какую-то часть воздействия вот этого вредного, химического мы получаем. Дальше это все складируется на площадках во дворе. Этим питаются крысы, которые ночью убегают, едят, потом возвращаются обратно в дома. И целый ряд других проблем, как и бездомные собаки. То есть кажется, что только мусор, 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 а целая цепочка проблемы. Как мы уже сказали раньше, что мусор на свалку и запахи, в том числе вода с этой всей грязью, с этими отходами, она просто бежит туда, где живут люди. Да, мы уже вот сколько говорим. Это вопиющий случай вообще, мне кажется. Да, и с точки зрения развитого какого-то государства, или с точки зрения человека, который тоже путешествует, видит, как это происходит в других местах. Мы вот сколько об этом говорим, мы совершенно не говорим про эстетический вид, о том, что это просто некрасиво. Мы не говорим совершенно о том, что это деньги. Потому что это не просто мусор, это вещества, которые можно переработать, и они уже в высокой концентрации. То есть добывать, допустим, я уж так выражусь, добывать тут же медь, жесть. И целые виды веществ намного дешевле из мусора, чем, скажем так, из природы добывая. Поэтому это очень перспективное направление. Мало того, Мурманск в этом плане находится на берегу. Здесь есть порт, и в случае переработки комплекса, да, то есть здесь такие проекты, они отдельно интересны. Можно оттранспортировать в Швецию или во Францию эти вещества для более глубокой переработки. То есть у тебя уже целый бизнес-план. Давай вернемся к нашей свалке и дадим слово представителю управления Роспреднадзора по Мурманской области, который даст оценку тому, что происходит сейчас. О планах поговорим сразу же после. Сегодня та же схема существует, которая существовала много лет. Как вы сказали, на дровяной вывозятся отходы, хотя дровяная свалка незаконная. Она отсутствует в государственном реестре объектов размещения отходов, потому как не соответствует предохранному законодательству и размещение отходов на этой свалке незаконно. Поэтому организации, которые обслуживают свалку Оргинвест, по нашим отчетам, которые нам представляют, они вывозят отходы на завод ТО и ТБО. А на самом деле на свалку? Ну, часть отходов, в основном, это идут отходы коммунальные. Отходы от предприятий практически все вывозятся на завод ТО и ТБО, потому что здесь вопросы платы за размещение возникают. А поскольку коммунальные отходы, плата, они за размещение коммунальных отходов, плата не взымается, соответственно, они вывозятся на свалку. Вадим, мы с тобой уже подробно обсудили, что свалка в Дровяном незаконная. И теперь продолжаем говорить о том, что же хотелось бы видеть в идеале. В идеале хотелось бы видеть, чтобы этот мусор не выбрасывали, чтобы этот мусор действительно шел на переработку, как мы уже сказали с тобой. Да, соответственно, он создавал дополнительные рабочие места, обороты в экономике. Скажем так, здесь не нужно изобретать никакой велосипед. Были прекрасные в свое время разработки советские. А сам с темой переработки мусора немного знаком был. Частично тема моей научной работы. Вот действительно, велосипед изобретать не нужно. Нужно поднять немного старые разработки, которые у нас есть, в том числе и в Мурманской области, и взять передовой опыт технологии. То есть я видел, допустим, такую установку, где мусор уже раздробленный, падает с высоты примерно в 9 этажей. Далее стоят воздушные пушки, газо- и лазерные анализаторы, которые мгновенно определяют, что за мусор падает. И воздушная пушка этот мусор швыряет в нужный бак. То есть сортировка происходит пока буквально в падении, в период падения. И, конечно, такие технологии, они для нас пока еще очень далеки. Для нас, да, действительно кажется, что-то за гранью. Особенно когда мы с тобой прекрасно видим, во дворах мусорные баки переполнены. И, кажется, швыряет мусор хорошо, и что-то до бака дошвырнет. Да, и обвинить кого-то еще в всем не получится, потому что у всех есть лицензии. То есть все формальные точки зрения. Здесь вопрос нужно решать, наверное, именно с государственного уровня, потому что повышать уровень нормативов и организовывать схемы, да, или организовывать процесс накопления средств финансирования, да, потому что без денег это сделать не удастся. Все взрослые люди живем. И в этом мире прежде всего нужно найти источник финансирования, да, и продумать регламент таким образом, чтобы все это не превратилось в сбор металла в 90-е, да, когда резали целые предприятия, и не слили, чтобы сдать. Вот, не понимая, что то, что они несут, намного дороже, и выгоднее оставить было бы. Мы с тобой обсуждаем эту тему сегодня. Буквально накануне встретились представители рабочей группы, которые будут заниматься разработкой кучи нормативных актов в Мурманской области и реализацией в дальнейшем этого закона. И, в частности, я пообщалась с Натальей Лещинской, она и заместитель этой рабочей группы, и депутат областной думы, и председатель думского комитета по экологии. И вот многие наши с тобой мысли похожи с ней. Она говорит о том, что, в принципе, закон должен поменять не только на государственном уровне, ну, в частности, на государственном уровне вот всю систему, но должно измениться что-то и в нашем сознании. О том, как обращаться с мусором, давай ей дадим слово. Мы должны понять, что отходы – это тоже товар. Его можно продавать, его можно вторично использовать. А вот в этой цепочке он должен работать на человека. То есть мы должны выстроить такую схему, чтобы в итоге тарифы всё-таки не повысились, а, может быть, понизились или стабилизировались. То есть мы должны такую энергичную, оптимальную схему выработать. Плюс, я надеюсь, это появление новых рабочих мест. Потому что на сегодня захоронение того ценного, что можно извлечь из вторсырья, из наших отходов, это не используется. Это как бы культура у нас не прививается. А на сегодня я считаю, что это тот задел, на который надо обратить внимание. Поэтому я думаю, что одним из завершающих этапов всей этой схемы должно быть создание новых рабочих мест, создание новых предприятий именно по переработке вторсырья. Я думаю, что здесь опыт Запада должен для нас быть показательным, потому что они давно уже и энергию, и вторичное сырьё, и различные предметы, скажем, быта, они делают из, ну, скажем, нашего мусора. Поэтому я желаю удачи работы рабочей группы. Я думаю, что это будет по-настоящему рабочий орган, потому что он создан на сегодня из представителей исполнительной власти, законодательной, из, самое главное, бизнеса, на который, в общем-то, мы возлагаем большие надежды. Потому что мы прекрасно понимаем, что на сегодня именно бизнес занимается этими вопросами. Но самое главное, конечно, чтобы тарифы не повысились. Не знаю, сколько реально такие пожелания, чтобы тарифы не повысились, потому что если начинать всё практически с нуля, ведь у нас нет каких-то заводов по переработке, и если их строят, то должны ли какие-то прийти инвесторы и вот это всё принести на блюдечки, или должна быть мощная государственная поддержка, или тогда действительно всё это будет стоить больших денег, и, возможно, тогда будет это стоить денег людям. Потому что, как отметила Наталья Лещинская, тарифы лягут на людей. И как это произойдёт, будет создан региональный оператор. Ну, можно как-то сопоставить пример, привести фонд капитального ремонта. То есть, как фонд капитального ремонта у нас собирался отдельной квитанции, так будет один региональный оператор по бытовым отходам. Идея интересная. Самое главное, чтобы была именно лошадь впереди, телеги, и чтобы сначала люди, может, быстрее получили какой-то эффект. Да-да, что не то, что давайте заплатим, а потом, может быть, вы там что-то получите. А действительно, давайте увидим, а потом и заплатим. Потому что здесь для воплощения всего задуманного в жизнь это не очень дорогие технологии. То есть, в масштабах города я имею в виду, конечно. То есть, не будешься жонглировать ценами, но это вполне себе посильная ноша. Вот я знаю, что наши переработчики, городские мусоры, они давно уже тоже ходитайствуют о том, чтобы поднять тариф. Вот, и с другой стороны, с разной периодичностью возникают инициативы вообще переработку мусора подвести к коммунальным услугам. То есть, на тот же уровень, что у нас происходит отопление, там, поставка воды. Потому что сегодня у нас вывоз мусора входит в содержание ремонт, строку, да. То есть, хотя платится на самом деле по тарифам, регулируется подобным образом, как тарифное регулирование. Вот, при сменах, там, управляющих компаний, те же мусорщики, они, те же, кто организует вывоз мусора, они тоже испытывают проблемы из-за задержки платежей. И так бы они выставляли свои квитанции прямые. Вот, о том, что они поднять тариф хотят давно, даже в действующих условиях, это слышно и знают многие в профессиональной среде. Вот, как вырастет цена в случае, если мы внедрим там самый передовый опыт, да, то есть, не сделаем ничего лишнего, а только самое там нужное. Вот, говорить точно невозможно, но оно вырастет существенно для населения. Самое главное, чтобы нашли сначала деньги в инвестиции, да, и сначала произошли вложения, как это происходит за рубежом там, да, а затем уже... Я предлагаю завести папку, причем назовем ее не ТБО, как это я хотела сделать изначально, потому что, посмотрев некоторые законодательные акты, есть понятие ТБО, есть понятие какие-то коммунальные отходы, отходы производства и потребления. То есть, в принципе, с терминологией можно запутаться, и вот этот вот весь мусор, возможно, будет скоро назвать действительно коммунальным мусором. Поэтому дело у нас. Инициатива идет сверху, предложили поменять закон. Не то, что предложили, а поменяли, конечно же, не остается выбора, а теперь должны и снизу его поддержать. Поэтому я предлагаю дать слово мурманчанам. Я пообщалась накануне с ними и спросила, во-первых, готовы ли они раздельно складировать свой мусор. Видят ли они такую возможность, и готовы ли они, в принципе, платить за переработку мусора, насколько считают это важным, нужным, необходимым, или, наоборот, считают, что никому это не надо. Давай дадим слово. Ну, это вообще замечательная мысль, на самом деле, чтобы утилизировать отходы. Ну, то есть, в принципе, готов. Это очень нужно. А если за это придется платить? В смысле платить? За переработку отдельно. Ну, по-моему, это нелепо, потому что переработка должна приносить доходы им. То есть, в принципе, если они хотят еще больше денег, то нет. Да, конечно. А как считаете, это нужно, это важно, это цивилизованно? Да, да, да. А может быть, вы так уже делаете? Нет, но это упростит нам переработку мусора очень сильно. А если переработка мусора станет новой коммунальной услугой, за которую придется платить, вы будете готовы? Да, конечно. Да, конечно. Считаете, что это нужно и хорошо? Да. А сейчас так не делаете? Делаю. Я всегда делаю так. А как вы складируете мусор? Ну, на это, в урну, в брасю. В урну вы брасю? Да. А если нужно отдельно в одну урну стекло, в одну урну пластик, в одну урну бумагу, будете вы так делать? Ну, конечно. А если придется платить за переработку мусора? Если появятся заводы по переработке мусора? Понял, еще раз. А если придется платить за переработку мусора, вы будете платить? Не знаю. Если это станет новой коммунальной услугой, как капитальный ремонт, например? Ну, если все будут, то, конечно, будем. Я сейчас это складирую отдельно. Да, расскажите, как, зачем, куда вы выбрасываете? Ну, около нашего дома стоит специальный контейнер, куда выбрасывается пластмасса и стеклянные бутылки без крышек, как написано на контейнере. Как их складывать и все. А многие вот ваши соседи с вашего дома так же делают? Я думаю, что многие. Потому что контейнер очень часто пополняется и часто вывозится. А вы считаете, это правильно? Такое цивилизованное место? Конечно. Это на Западе уже давным-давно этим занимается. А если утилизация мусора, вот переработка мусора, станет коммунальной услугой, за которую придется платить, вы будете к этому готовы? Ну, я уже готова. Потому что вчера или позавчера об этом открыто говорилось, что, наверное, ведут оплату в коммунальные услуги. Конечно, это все ложится на плечи трудящихся. Я пенсионерка. Ну, что делать? Я считаю, что да, нужен. Потому что слишком много на улице мусора развелось из-за того, что люди выбрасывают все в одну кучу, так могу сказать. И получается, плохо становится городу. Я считаю, что да, нужен закон такой. То есть вы будете складировать все деньги? Да. Ну, я не знаю, как насчет закона, но вообще мероприятие хорошее. Так что, ну, а насчет закона я не знаю, как это будет. Именно закон, со стороны законности вот это все. А вы так не делаете? Вы вместе все складываете? Ну, да, я нарушаю. Еще не нарушаете еще ни в таком силе? Складываю вместе. А как вы думаете, если в дворах, в домах появятся урны отдельно для стекла и пластика, люди будут этим пользоваться? Грамотно, хорошо. Ну, не все, но думаю, что большинство, да, будет пользоваться. Сейчас идет речь о том, чтобы сборы, утилизация и переработка мусора, чтобы переработка мусора, во-первых, велась, и чтобы это была платная услуга коммунальная для жителей. Как вы к этому относитесь? Ну, если это будет небольшая сумма, то положительная. Если, конечно, это потом перерастет в большие какие-то суммы, то отрицательно. В зависимости от того, какая сумма будет. Я предлагаю подвести итог всему вышесказанному. И, скорее всего, итог будет немножко неутешительным, потому что все новшества, они, во-первых, идут сложно. Пока на данный момент, как все будет, насколько я поняла, никто не понимает. Я побывала на рабочих группах. Больше вопросов, чем ответов. И, по крайней мере, то, что сейчас творится в этой сфере, все называют каким-то бардаком, говорят, что все работают по правилу, кто на что гораст. И тарифы придумывают, и мусор собирают, его возят, кто куда сможет довезти. Поэтому порядок нужно наводить. Единственное, что я боюсь, что до 16-го года, начало 16-го года времени X не справится. Как ты думаешь? Я практически уверен. У нас очень многие используют принцип «все гениальное просто», но пытаются все упрощать до таких степеней, чтобы вываливать мусор на землю и не перерабатывать его, копить. Это, конечно, просто. Но если заглядывать вперед и оценивать ситуацию на экологии и без этого, и с учетом и на работе на рынке труда в том числе, то получается, что сейчас время пришло уже задействовать вот такие инструменты. Это выгодно. Нужны только люди, которые обладают технологиями, знаниями, как это все внедрять. То есть это огромная интересная сфера для сотрудничества в разных областях. То, что это произойдет сейчас, не очень маленький шанс, но то, что мы об этом говорим, о том, что мы повышаем уровень, скажем так, нашей готовности. И то, что мы можем это сделать не хуже, чем в Европе или в других странах. Вот это факт. И в тех странах тоже доля разделения мусора достигает всего лишь половины. Для тех, кто не хочет разделять и все хочет, как раньше, есть отдельные прям баки, грубо говоря. Вот не хочу разделять, бросаю туда. Затем уже автоматическая система, как сможет, это рассортирует. В то же время, маленький пример, вылетал из аэропорта Пулково. Там стоят урны на четыре части, разделенные пластик, стекло, биология и общее. И пока ждал самолет, пообщался там с сотрудниками. То есть там иностранцы, кто пролетают, летают, они вот раскидывают. И сам я тоже вот раз думаю, пластиковый сад. Говорю, а дальше-то куда это идет все? Это мы потом в один мешок складываем. Да, главное, чтобы так действительно не было. Такая почвительная история. Да, и судя по тому, как оно происходит на определенном пространстве, замком, все люди готовы разделять все это, совершают. И в городе тоже встречаются места, где стоят вот эти уже новые урны, в основном по туристическим проспектам. И ты видишь, как наши граждане, в том числе с разных регионов, тут как-то заметно, что приезжие тоже, идут и нормально все рассортировывают. То есть мне кажется, это все абсолютно реально. Понимая, что это даст затем определенный эффект. Мы будем жить в более чистой среде, и наш мусор будет к нам возвращаться, а не поводить новые экологические катастрофы. Ты затронул очень важную тему, именно практическую точку зрения, для того, чтобы так не было, когда люди готовы складировать, допустим, раздельно, а дальше все в одну кучу, и какой в этом толк? Можно тогда сразу же в одну кучу и никого никак не напрягать. И вот Министерство природных ресурсов и экологии, оно тоже озабочено тем, чтобы найти практиков. Тех, кто подскажет, как надо делать, те, кто видит сразу же наперед и увидит, как это будет с практической точки зрения, я предлагаю дать слово Министру природных ресурсов и экологии Мурманской области. Внимание на экран. Это здорово, что рабочая группа наконец-то заработает. Министерство природных ресурсов и экологии организовывалось с той целью, чтобы та группа, которая будет трудиться, выдавала на гора практические рекомендации, как все-таки организовать систему обращения с отходами в Мурманской области. Все вы знаете, мусорная тема у нас актуальна для нашего региона, равно как и для всей Российской Федерации. И закон новый, вступивший в силу с 1 января 2016 года, конечно же, несет с собой революционные изменения в системе госрегулирования в данной сфере. И, естественно, объединить все усилия, то есть органов госвласти, депутатского корпуса и тех хозяйствующих субъектов, которые уже сегодня работают на территории Мурманской области, и выработать именно действительно практические рекомендации, куда нам идти, по какому пути и что нам делать, конечно же, это будет очень полезно и ценно, я считаю. Вадим, мы с тобой эту тему обсудили в первой, но я думаю, что не в последний раз. Закроем дело и будем читать новых новостей. Давай. Это была программа «Коммунальный детектив». Смотрите каждую среду на телеканале Артик ТВ. До свидания. До свидания. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок «Баринс Бар» отеля «Парк Инбай Рэдисон» «Полярные зори». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Коммунальный детектив» Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...